Ну, какие тучи. Наверное, грозовые, да? Не провода кругом. Пойду нарву розы. Поставлю, посушу чуть-чуть. Пойдемте со мной. В общем, нельзя никуда пройти. Только выходишь, и нас начинается хор. Хор собак лают везде. Слышите? Многоголосье. Собачий хор. Сейчас я немножко нарву на одну эту сушилки, как она там называется, на один подон. Как же эти собачки мне уже надоели, что они лают. Вот какая стоит шикарная роза. Сейчас я ее немножко общипаю. Видите, вся опадает уже. Вся опадает. Хозяйка как раз на огороде. Я спросила разрешение, она разрешила. Поэтому не думайте, что я ворую. Я все расспрашиваю разрешение. Так, с другой стороны обойду. Я много не буду. У меня есть роза. Ну, вот это типа варенье с сахаром прошлогоднее. Это так, чтобы просто было. Я немножко, буквально на один вот этот вот противень. Сейчас мы еще, может, с вами сходим. Ой, это какая-то сильно водянистая. Не буду. Ой, все, хватит. Зачем немного. Там не видно их, чтобы этого поблагодарить. А что, вон они. Спасибо! И все. Опенчики. Справилась. Пойду теперь бузину уберу. А это немножко растелю. Пусть повылазят комашки. Она уже, видите, уже и привялилась. Сейчас я вот сюда разложу. Вот. Вот так вот. На одну форму только. Ну, бузины можно еще сорвать. Розы-то я много не хочу. А бузины еще можно. Я ее постелю на низ. Она такая, видать, будет сыпаться. Чтобы можно было ее собрать. Все. А теперь на газетку высыплю розу. Может, тоже что-то. Видите, тут есть какие-то жучки. Пусть немножко полежит. Чуть-чуть. Вон, какой-то эти. Пчела какая-то. Что там? Клоп. Ай! Ай! Какой-то клопик. Так, все. Ай, чуть-чуть полежит. И бузина пусть еще постоит тут. А я пойду еще сорву ромашку. Так, ну что? Срежем ромашку, да? Я взяла ножнички. И сейчас мы ее отпочикаем. Так, пошли дальше. Календула там одна уже расцвела. Но календулы их будет много. Ее надо еще вырезать. Так, сейчас я ее почикаю. Эту всю ромашку она не нужна. Она не нужна. Ну, все, вы поняли, да? Я вот так ножницами ее почикаю. А потом порежу. Вот так вот. Вот. Вот, вот, вот. Надо ее чуть-чуть ополоснуть. Вон помидоры. Ой, затянула вот это все. Я не знаю, как его спасать. Мокро. Мокро. Синие точно пропали. Там шавялые такие, затянутые. Перчик вроде стоит, но еле дышит. В общем, короче, сейчас дорежу ромашку. Неудобно мне одной рукой. Все, нарезала ромашку. Ее чуть-чуть сполоснула от пыли. От грязи. Сейчас она стечет. А я пойду пока нарву мяты. Пойдемте со мной. Опять показываю. Видите, как надвигаются грозовые тучи. Наверное, опять будет тут у нас. Опять, наверное, будет то, что мне не очень хочется. Так, а мы с вами пойдем за дом. Там у меня есть мята. Сейчас будет собачка лавить. Вот помидорчики тут. А тут вот с ней уже второй раз огурцы. Но их и не видно. Этих огурцов. А вот мята. Так, нарву. Не взяла ножницы. Ну ничего. Ой, как пахнет. Она еще пойдет расти. Как раз ее тут дозик полил. Вот так вот. Так вот. Мята. Верхушечки. Молоденькие. Вот так. Вот так. Вот еще, конечно, акации. Ну, не знаю, пойду или нет сегодня. Я так дождусь, а что и не будет. Ну все, вот нарвала кучок мяты. Тоже пойду сушать. Так, ну что, вот бузина. Теперь ложу ромашку. Я сюда вместе с цветочками немножко это вот и плодоножки. Вот эти, как веточки. Ничего страшного. Теперь ложу. Так, теперь розу. Розу. Ну что, тут нормально? Все нормально. Так, и две у меня получились такие вот мята. Так, мята раз. И мята два. О, замечательно. Закрываем крышкой. В общем, закрываю крышкой и включаю. Пусть сушится. Все. Жужжит. Работа пошла. Наверное, сейчас начнется дождь. Николай опять пошел в магазин. Уже третий раз он идет и начинается дождь. Ну посмотрим, как на этот раз, как его удача успеет или нет. У нас опять тревога гудит. Ну плохо ее слышно, слава богу. А что я вот это вот придумала? Я не знаю. Надо просто найти мне. А что это я высыпала? Боже, вот это я дала. Там же морковка. Ой, вечно я шкоду сделаю. Сейчас соберу. Придется морковку еще сеять. Взяла, высыпала морковку. А, цепь. Боже, да что ж я творю? Ха-ха-ха-ха. Это буряк. Теперь идет свой буряк сеять. Сейчас землей соберу. О-о-о. Мне показалось, что они пустые. Но вы представляете, она в одной стоит. Ну, где же наши эти? Вот это так с землей. Да я найду, где, короче, еще придется садить. Я ковроды буду продавать. В общем, короче, хочу вот так накрыть. А я же шью. Ну, оно, наверное, дохло уже все ему. Ему, наверное, уже хана. И сейчас ты идешь сюда, моя стрелка. Нервничаете меня. В общем, закрою вот так. Сейчас понахожусь. Вот эти, где-то, что они есть у меня. Вот эти баночки. Накрою. А вдруг какая-то и спасется. Это, наверное, называется не мама. Мала баба-клопа, то купила порося. Чи будет дождь, чи не. Я всю бочку накрыла такой железякой. Там три огурца можно спасло. А тут, видите, шифер нас поломан. Я взяла, шифером накрыла. Не теми баночками. Вон одна только баночка. А то шифером. Не знаю. Ну, будешь я весь огород шифером накрывать. Ну, вот тут накрыла. Самые маленькие. Может, что-то останется живо. Ну, гремит. Там где-то идет дождь. Она к нам дойдет или нет, не знаю. А ну, пойдемте посмотрим. Ромашка у меня уже рассвела. Видно вам? Сейчас я подойду ближе. Это у меня черная малина. Вот. Там вон ромашечка. Вон. Красота. Какая-то мелковатая она в этом году. Вот. И уже, видите, черешня. Уже с дня на день, как говорится. Там уже можно даже какую-то... Ой, смотрите. Ой, тут уже можно ее щипать. Вон, смотрите. Ой, сейчас упаду. Тут грязь. Ее можно уже к уйде пощипывать. Вот. Все. Видите, какая красота. А тут у меня еще и петрушка взошла. Чуть-чуть есть. Сладкая. Гремит с той стороны. Ну, к нам с той стороны редко дождь приходит. Может, и не будет. Я уже не буду снимать, Николай. Еще не пришел. Пошел по воду. Вот. Мы покупаем воду питьевую. Сейчас пойду выгляну. Вот. Я буду с вами прощаться. Уже она идет. Идет она. Николай. Сирена гудит. Гром гремит. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Там мне написали, что мой канал о похудении. Что я давно не показывала свой вес. Потому что каждый понедельник отчитывала. Да нечего показывать, девочки. Будет, что показывать, покажу. Ну, в следующий понедельник хоть раз в две недели буду вам отчитываться. Показывать пока нечего. Что, Коля? А, Маша вам, Коля, здоровается или прощается. Не знаю. Вот. Еще писали, что война у нас. А я всем желаю прекрасного настроения. Какое может настроение быть прекрасное. Но очень хочется, чтобы оно было прекрасное. Мне очень хочется, чтобы у всех все было хорошо. Так что, девочки, всем тихой, спокойной ночи. И до завтра. До побачения. Все будет Украина. Все будет добре. Я в все верю. Дуже верю. Украина. Украина. Дуже верю. Пока.